22.00 на часах. Подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. В студии Лидия Вельба и Евгений Соловьев. О самом главном и самом интересном расскажем. Смотрите сегодня. Открывая очередную страницу в истории одного из самых знаковых событий в культурной жизни. Город не раз становился самым читающим регионом, флагманом чтения. Петербург принимает 17-й международный книжный салон. В эре светлых годов есть наследники тех, кто всегда был готов. Пионеры – это мы в 21 веке. В Петербурге отметили столетие одного из самых массовых детских объединений мира. До конечной без остановок и на предельных скоростях. В городе, наверное, даже посложнее бывают моменты, чем здесь. На мокром асфальте форума «Транспортфест» состоялся конкурс мастерства водителей автобусов. От нашего производства – вашему. Эта линейка мебели специально разработана для использования в химических производствах. Шкафы, столы и кресла специального назначения под маркой «Сделано в Петербурге». Итак, Петербург вновь назвали самым читающим городом России. В это легко поверить, если побывать на Дворцовой площади, где сегодня открылся книжный салон. Формат новый, яркий, с авторскими встречами в шатрах и с литературными батлами двух столиц. Извечное противостояние, но на этот раз с поэтическим оттенком. За три дня работы салон смогут посетить до полумиллиона человек. Ассортимент книг не оставит равнодушным самого искушенного читателя. От классики до изданий, посвященных легендам русского рока, с официальной церемонией открытия. Дмитрий Копытов. Этот салон удивит и впечатлит, пожалуй, даже самую взыскательную и искушенную публику. Помимо новинок классической литературы, есть даже книги, посвященные русским рок-легендам. Виктору Цою или Королю Ишуту. Полдень. Главная площадь северной столицы. Но где еще начинать одно из самых значимых событий года в жизни мегаполиса? 17-й Петербургский международный книжный салон. Под аккомпанемент полуденного выстрела орудия Петропавловской крепости открыл губернатор Александр Беглов. Наш город самый читающий. В этом городе жили и живут великие писатели, великие поэты. По этим улицам и площадям ходили их герои. Мы из поколения в поколение передаем любовь к книге. Книга «Мягкая сила в эпоху культуры отмены» – так в этом году звучит тема пленарного заседания салона. С докладами на нем выступили видные деятели культуры, издатели и представители власти. Отменить, забыть, стереть русскую культуру в мире сейчас пытаются многие. Не получится, убеждены участники дискуссии. Как ни канет в лету и обычная печатная книга. Нам всем кажется, что скоро будет сплошной интернет и ничего больше не будет. Да нет, конечно. Действительно мир сильно изменился, но ценности определенные остаются всегда с нами. Я думаю, что книга, она всегда будет с нами, никуда она не денется. Эта книга дает определенную свободу, свободу формировать свое мнение. В Петербург в этом году приехали представители издательств Белоруссии и российских регионов. Мы приехали из Крыма и привезли с собой книги пяти крымских издательств. Это уникальное издание о нашей культуре, о нашем полуострове, о нашей природе. Все, что может быть любопытно и интересно для жителей Петербурга и гостей. Книги, которые мы раздаем, естественно, безвозмездно, бесплатно для всех посетителей салона. Можно подойти и выбрать все, что вам необходимо. Можно взять любое количество. Как раз в медиахолле обновленного здания библиотеки Маяковского дискутировали сегодня о развитии книжной культуры. Условные ориентиры озвучены экспертами, чтобы россияне читали как минимум по 12 книг в год. И ждем соответствующих решений от федеральных органов исполнительной власти. Тоже очень надеемся, что скоро они появятся. И мы готовы рассматривать на региональном уровне. Я бы хотел сразу сказать обязательно про дом Зингера, про Петербургский дом книги. Действительно, все про меня спрашивают, про него спрашивают заслуженно. Во-первых, точно совершенно главное, что я хочу сказать, что Петербургский дом книги останется Петербургским домом книги, книжным магазином, главным книжным магазином Петербурга. Что касается оценки нашего города, Санкт-Петербурга, Ленинграда, то вы знаете, что город не раз становился самым читающим регионом, в флагманном чтения. Мы договорились с Владимиром Славовичем о том, что они хотели дом Зингера открыть в книжной ярмарке, пока не получилось. Я так договорились, что 1 сентября. Наш лучший, самый красивый магазин мира, я считаю. Сергей Степашин сегодня предложил главе Петербургского комитета по печати распространить действия скидок по Пушкинской карте, также на любителей чтения. Владимир Рябовол идею поддержал. И в свою очередь напомнил, городские власти всегда помогали и помогают, как издателям, так и читателям. В этом году мы максимально развернули площади, на которых книгоиздательства и торговые организации могут участвовать, во-первых, бесплатно на стандартных площадях, во-вторых, не платить регистрационный взнос. Впереди у гостей 17-го книжного салона, еще множество мастер-классов, встреч с писателями и самими книгами. Ну а первый день работы масштабного форума завершен. Дмитрий Копытов, Мария Гончарова и Дмитрий Недодаев. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Сегодня те, кто хоть раз надевал на себя красный галстук, вспоминали клич пионеров «Всегда будь готов». В вековой юбилей пионерии он звучал по всей стране, ведь 19 мая 1922 года приняли решение о создании отрядов, в которые могли вступать самые юные жители страны Советов. В Петербурге, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошел праздничный концерт. Между тем, в Госдуму к столетию пионерской организации внесли законопроект о создании аналогичного детского движения, но под другим названием «Большая перемена». Максим Лебедев оценил перспективы, оглянувшись назад. На площадь выходит команда молодости нашей ветераны пионерского движения. Впервые за долгое время бывшие вожатые надели красные галстуки. У Анничкова дворца они собрались вместе с лидерами молодежных общественных движений. В день столетия всесоюзной организации рассказывают о том, кто же такой пионер. Это тот, кто за справедливость, кто заботится о слабых и помогает старшим, кто поддерживает товарищей и хочет сделать жизнь нашей страны лучше. Сто лет прошло, но мы сохраняем эти ценности. На торжественной линейке, посвященной столетию, современному российскому движению школьников передали четыре флага – новой юбилейной, а также знамена городской пионерской организации, Дворца пионеров и областного комитета комсомола. Передавая эти символы, многие вспоминали свое советское детство. Ребенок себя чувствовал очень защищенным, потому что вокруг него были друзья, были очень умные, мудрые и очень веселые вожатые педагоги. И ощущение того, что ты очень нужен. А на Пионерской площади чеканят шаг юнормейцы. В день столетия пионерии организация принимает свои ряды новых сторонников. Быть патриотами и гордо нести свое звание, слова клятвы произнесли две сотни ребят. Пионеры – это мы в 21 веке. Мы занимаемся патриотикой, мы всегда поддерживаем нашу страну и всегда будем защищать Родину. И также быть волонтерами, которые всегда помогут ветеранам. Многие бойцы юнормии считают себя продолжателями традиций пионеров, поэтому посвящение проходит 19 мая. И впервые в одном месте собрались участники молодежного движения со всего города. Мы постоянно на каких-то мероприятиях общаемся, смотрим, но никогда не собираемся вместе. И это очень действительно важно, чтобы ребята видели, что их много. Присоединился к празднованию и парк «Россия – моя история». Там наградили участников конкурса юный герой ленинградской победы. Школьники прислали около 90 видеороликов о жизни пионерской организации в годы блокады. На встрече ребята также услышали воспоминания пионеров военных лет. Нам приходилось помогать трава заготавливать и посещать семьи, которые потеряли своих мужей. Посетили гости парка и выставку «Честная пионерская». Экспозиция знакомит зрителя с историей детского движения СССР в интерактивной зоне. Посетители смогли погрузиться в атмосферу пионерского похода, например, посидеть у импровизированного костра. Мы были всегда готовы сохранять память о тех, кто защищал Ленинград и нашу Родину. Мы были готовы к общественным работам. Руками пионеров делалось очень много в городе. Завершилось празднование. Большим концертом перед зрителями выступили юные танцоры, исполнители литературных композиций и молодые пианисты. Максим Лебедев, Владимир Беседин, Олег Христов, телеканал «Санкт-Петербург». К 2024 году в Петербурге обещают свести к нулю дисбаланс между жилой застройкой, детскими садами, школами и поликлиниками. Сократить накопленный годами дефицит – один из приоритетов. В повестке Смольного в ближайшие три года откроют 80 детсадов, 50 школ. Эксперты ставят это в заслугу Александру Беглову. Губернатору, кстати, сегодня исполняется 66 лет. Именно с 2019 года, а в сентябре Александр Беглов официально тогда вступил в должность после победы на выборах, в городе началось активное развитие социальной инфраструктуры и не только. Александр Громов продолжит. С 2019 года у Петербурга не было времени на пресловутую раскачку. Планомерно решая текущие задачи, Смольный быстро и эффективно отвечал на вызовы времени. С начала пандемии подход к оказанию медицинской помощи удалось оперативно изменить. Мы стали единой командой. Очень важно, что все участники системы оказания медицинской помощи, и государственные, и муниципальные, и федеральные, и частные, они все нацелены на оказание помощи жителю Санкт-Петербурга. Особое достижение в сфере здравоохранения, строительства госпиталей, трансформеров. За полтора года город возвел четыре новых стационара. Уже строится пятый на фоне рекордного строительства, поощрения самоотверженного труда врачей во время пандемии. Вместе с федеральными медики получают и городские выплаты. Так, в 2021 году 44 тысячи медработников получили региональную надбавку на общую сумму больше 9,5 миллиардов рублей. Отдельное внимание в городе уделяют помощи самым заслуженным жителям северной столицы. Сейчас круглогодично ветераны, пенсионеры ездят на электричках на дачу бесплатно, в том числе и на ласточках. Это вот как пример. Это все город, это все губернатор. Без особого внимания не остались и самые юные петербуржцы. 37 тысяч детей с 8 до 17 лет. С апреля получает новую выплату до 100% прожиточного минимума. Львиную долю расходов на себя берет региональный бюджет. Социальная направленность политики губернатора кардинально меняет и облик Петербурга. В новых районах вырастают школы, детские сады, поликлиники и общественные пространства. По новым правилам ввод жилья возможен только при условии одновременного строительства социальных объектов. Обязательно, чтобы были обеспечены условия для того, чтобы можно было растить детей, с тем, чтобы они проходили соответствующую школу, начиная с детского сада, а затем шли в соответствующее учебное заведение, которое находится все рядом. Только за прошлый год в Петербурге появилось 25 детских садов и 11 школ. В следующие три года в планах еще 130 образовательных учреждений. Прошлый год Александр Беглов назвал прорывным. Доходы бюджета выросли, а 50 миллиардов пропицита сформировали подушку безопасности. Для всей страны Петербург это по-прежнему культурная столица. И это, отмечают эксперты, не просто журналистский штамп. Мы Эрмитаж, мы федеральный и городской, мы очень рады тому, что наша работа происходит все время вместе очень хорошо. И мы рады, у нас есть несколько таких важных пунктов нашего развития. В копилку достижений можно добавить и масштабное празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского. И уже начавшиеся торжества в честь грядущего юбилея основателя Петербурга Петра Первого. Александр Громов, Юрий Юхнин и Татьяна Константинова. Новости телеканал Санкт-Петербург. Водители-профессионалы из 12 городов России и Беларуси собрались сегодня в Петербурге на третьем международном фестивале «Транспортфест». Стартовал он конкурсом для водителя автобуса. Это тот самый случай, когда непревзойденные мастера тихой и очень аккуратной езды не просто могут, а просто обязаны вдавить в пол педаль газа и красиво войти в лихой вираж. Самую зрелищную часть программы увидел Александр Буренин. Редкий случай. Люди догоняют автобус, но садиться в него не спешат. Это судьи соревнований скрупулезно осматривают повороты на трассе. Ведь прежде чем выписывать штрафные баллы за неправильно пройденные виражи, нужно проверить, реально ли вообще в них вписаться. Со старта газ в пол один из первых элементов – карусель. Проезжают ее легко, с ветерком, но головокружение от успехов заканчивается в парковочной зоне. Конечно, больше всего времени на трассе занимает параллельная парковка. Знаете, иногда молодым неопытным водителям говорят, ну что ты волнуешься, паркуйся, там автобус влезет. А здесь столько места, что как раз таки автобус влезает с трудом. Поэтому даже профессионалы прицеливаются долго. Ведь если ты заденешь конус, врежешься в него, это не страховой случай, а случай спортивный. То есть будет штраф, минус балл, а так можно и проиграть. А этого, конечно, никто не хочет. Тем более, что зрители смотрят. Ну и, конечно, судьи смотрят наиболее внимательно, прекрасно зная, где, как правило, ошибаются участники. Уверяют, даже здесь помарки допустимы. Все-таки пассажиров в салоне нет. Отрабатывается правильность езды. То есть все равно человек должен ехать в городе с большим потоком машин, чувствовать четко габариты, как он едет. И в городе, наверное, даже посложнее бывают моменты, чем здесь. Ну а здесь, конечно, есть возможность как бы и ускориться, погонять, получить удовольствие от езды, ну и показать, как ты умеешь ездить. В итоге без штрафных баллов мало кто обходится. При этом уже на финише водители прекрасно осознают, где ошиблись. Сложное мне показалось, это туннельный, нет, нет, гараж, заезд в гараж задним ходом, как-то у меня не очень получилось. Ну, в целом нормально. Кстати, все время на трассе меняются водители, а вот автобус один и тот же, чтобы ни у кого не было желания сказать, что у транспорта конкурента колеса крутятся лучше и мотор мощнее. Все зависит только от тебя в кабине. Во время соревнований также для зрителей устроили показательные выступления велосипедистов. Все прошло гладко. На трассу перед автобусами они не выскакивали и правила дорожного движения не нарушали. Александр Буренин, Александр Аксенов, Андрей Маслов, Олег Христов. Телеканал Санкт-Петербург. 350 миллионов рублей сэкономили петербургские автомобилисты благодаря использованию газомоторного топлива. Так только за первый квартал текущего года в северной столице реализовали почти 10 миллионов кубометров природного газа. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, Петербург стал одним из пяти участников проекта по ускоренному формированию рынка экологического топлива. В этом году на переоборудование автомобилей из федерального и регионального бюджетов выделено более 40 миллионов рублей. А владельцы машин на метание на пять лет освобождаются от уплаты транспортного налога. О других заметных событиях дня далее короткой строкой. 20 обращений за три часа. Прокурор города Виктор Мельник сегодня провел очный прием петербуржцев. Встреча прошла в администрации Центрального района. Горожан волнуют вопросы соблюдения законности в сфере здравоохранения, трудового и жилищного законодательства. По каждому обращению сотрудники прокуратуры проведут проверки. Неизвестные проникли на территорию Михайловского сада и захватили заложников. Это легенда учений, которые провели сотрудники Росгвардии и полицейские. Тренировку провели на территории русского музея. По сценарию злоумышленников было самодельное взрывное устройство. Постовой вне ведомственной охраны подал сигнал тревоги, а охрана оперативно перекрыла преступникам пути отхода. Условных террористов задержали, взрывчатку обезвредили. На станции метро «Зенит» сегодня прошла донорская акция. Петербургская подземка организовала ее при участии в городской станции переливания крови и телеканала «Санкт-Петербург». Верхний вестибюль оборудовали креслами, аппаратурой и всем необходимым для проведения манипуляции. Принять участие в акции смогли все желающие, а после участников угощали пирожками и чаем. 200 кустов сирени высадили сегодня добровольцы на Канонерской улице. Горожане трудились вместе с профессиональными садоводами. Комитет по благоустройству впервые запустил этот проект. Прошлой весной он сразу встретил отклик жителей. В этом году акция стартовала 22 апреля во всех районах и завершилась сегодня. За это время петербуржцы высадили более тысячи деревьев и столько же кустарников. Деньги как страница истории. Как бы выглядели современные пятитысячные купюры, если бы изображению Хабаровска предпочли, например, Таганрог или Петропавловск-Камчатский, в Доме фондовых капиталов открылась выставка «Города на российских банкнотах и монетах». Ее приурочили к 25-летию купюр образца 1997 года. Наша коллега Виктория Демина оказалась в числе первых посетителей. Первая бумажная купюра с изображением города, и был это город, на Неве появилась в 1917 году. На тысячерублевой банкноте изображен Таврический дворец. Тогда в нем заседала Государственная дума, а потому в народе банкноты прозвали думками. Не просто денежные знаки, это хранители истории страны. В советское время на купюрах изображали исключительно Москву. Целая серия городов России впервые появилась только в 95-м. На тысячи тогда расположились виды Владивостока, на 50 тысячах Петербурга. К 98-му деноминация съела три нуля, но концепция оформления сохранилась. Банкноты и монеты отражают определенные исторические события. Несмотря на внедрение современных технологий, все равно наличность, она остается важной частью нашей жизни. На современных 5000-х вместо Хабаровска мог быть Таганрог или Петропавловск-Камчатский. Многие из экспонатов выставки ранее никогда не показывали широкой публике. В их числе и эскизы, так и не попавших в оборот купюр. Самый первый эскиз тысячи рублей, из него потом сделали 50 тысяч, а в таком виде этот эскиз утвержден не был. Хотя это была первая попытка показать город Санкт-Петербург на банкноте городской серии. Выставку города на российских банкнотах и монетах, хоть и приурочили к 25-летию купюрообразца 1997-го, но этим периодом не ограничились. Есть среди банкнот памятные 100-рублевки, выпущенные к Олимпийским играм 2014 года. Жемчужины экспозиции монета 19-го века. Лично для меня самым интересным экспонатом является совсем небольшая первая памятная монета в Российской империи 1834 год. Монета, посвященная открытию Александрийской колонны. Окружили монеты и купюры, раритетные чемоданы, путеводители и другие предметы дорожного быта. Выставка отмечает организаторы своего рода путешествия по стране. Ее открытие в Петербурге – знаковое событие. Тема городов России, тема путешествий, она с точки зрения туризма тоже очень важна для Санкт-Петербурга, потому что мы являемся национальным туристским хабом, то есть городом, откуда начинаются многие маршруты по городам России. Экспозиция в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости для посетителей будет работать до конца года. Виктория Демина, Алексей Золотенков, Анатолий Рябинко. Новости и телеканал Санкт-Петербург. Заблудившийся в Павловске лось вернулся в дикую природу. О том, что по территории парка бродит растерянный молодой сахат, и местные жители сообщили в экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию. Животное поймали и вывезли в лес. Вместе со свободой лось обрел и имя. Его назвали Гошей. Ну давай, иди гуляй уже, Гоша. На лося надели специальный ошейник с GPS-датчиком. Теперь Гоша примет участие в программе исследования миграции диких лосей. А первым участником этой программы стал лось Виктор, которого в апреле прошлого года вывезли в естественную среду обитания из промзоны в Выборгском районе. Встречи с дикими животными в городской черте не редкость. О таких случаях необходимо сообщать в мобильную экологическую дежурную службу. Телефон вы видите на ваших экранах. Ну а мы продолжаем. Шкафы и кресла специального назначения под маркой сделаны в Петербурге. Компания «Диполь» в условиях импортозамещения наращивает объемы выпуска продукции. По сути, это производство для производства. Мебель, которая выходит из сборочных цехов, будет стоять в других помещениях, в других предприятиях. Дмитрий Ковалев выяснил, современное рабочее место может быть не только удобным, но и высокотехнологичным. Это тихий и по-своему уютный кабинет, цех изготовления электроники. Инженеры здесь собирают платы и элементы управления для одного из новых продуктов компании – шкафа сухого хранения. Это необходимое оборудование для предприятий, которые занимаются производством электроники. Они нужны, чтобы создать подходящую среду для хранения дорогостоящих деталей. Еще несколько лет назад такое оборудование российские компании закупали в Германии, Японии или США. Это шкаф сухого хранения, антистатический, для поддержания внутри ультра низких значений влажности, ниже 5%. Основное направление компании «Диполь» – промышленная мебель, опять же, для производителей электроники и радиотехники, то есть высокотехнологичных предприятий. Поэтому здесь, на заводе, реализована внутренняя система строгого контроля качества, начиная от поступающего сырья на 90% отечественного, заканчивая перемещением деталей из одного цеха в другой. Производство выстроено таким образом, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа. Мы ведем партнерские работы по разработке производства необходимого нам сырья на территории Российской Федерации. Например, с нашим поставщиком мы разработали специализированное прыжковое покрытие, которое применяется для изготовления рабочих мест в радиоэлектронной промышленности. Мебель не просто столы и стеллажи. На самом деле это высокотехнологичное оборудование. Продумано все, вплоть до напольного покрытия, одежды и обуви работника, чтобы случайным разрядом статического электричества не повредить компоненты при сборке. Здесь, по сути, полностью конструируют рабочие места для других людей. Собственные разработки позволили занять лидирующую позицию на отечественном рынке и выйти на зарубежный. Больше 40 стран-партнеров и признание лучшим экспортером прошлого года в своей сфере. Среди последних проектов – мебель для лабораторий. Эта линейка мебели специально разработана для использования в химических производствах, аналитических лабораториях, для работы с биотехнологиями, фармацевтики и так далее. Мы запустили ее производство в прошлом году и сейчас активно выходим на рынок. При таких объемах производства не обойтись без автоматического оборудования для металла и деревообработки, покраски. При этом на заводе трудится почти 200 человек, не считая инженеров, которые разрабатывают новые продукты. В условиях активного развития отечественной промышленности здесь готовы увеличить мощность. Дмитрий Ковалев, Павел Чащин, Марина Визинская. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Ну а теперь о погоде. Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков ветер днем восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов. В пригородах местами до нуля. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Более 20 миллионов рублей похищено с счетов пожилых петербуржцев. Только за последние месяцы это дело рук телефонных мошенников. Они представляются следователями, полицейскими, работниками банка. Сообщают о попытках кражи денег со счета или оформлении кредита. Рассказывают, что родственник якобы попал в аварию, требуется деньги на операцию или чтобы не возбудили уголовное дело. Еще один способ обмана, замены или ремонт водопроводного электро- или газового оборудования. Полиция и сотрудники уголовного розыска предупреждают, не впускайте в квартиру незнакомцев, не отвечайте на сомнительные звонки.